И сегодня у нас в гостях начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по городу Севастополю Лариса Игоревна Миронова. Доброе утро. Доброе утро, Лариса Игоревна. Давайте напомним нашим телезрителям, что же такое материнский капитал и кто имеет право на его получение. Если сказать коротко, материнский капитал это средства федерального бюджета, которые выделяются в качестве дополнительной меры господдержки семьям, в которых рождены или усыновлены второе и последующее дети. И право на эти выплаты в первую очередь имеют женщины, родившие начиная с 1 января или усыновившие начиная с 1 января 2007 года, второго или последующего ребенка, при условии, если женщина и этот ребенок являются гражданами Российской Федерации. А какой размер материнского капитала на сейчас? Сегодня размер материнского капитала в этом году и начиная с 2015 года составляет 453 026 рублей. Будет ли он увеличиваться в следующем году? Да. Законом о федеральном бюджете Российской Федерации на следующий год и последующие годы принято решение об индексировании этой суммы. И со следующего года она станет составлять 466 617 рублей. То есть увеличится порядка 13,5 тысяч. Чуть более. У многих телезрителей появляется такой вопрос. Если материнский капитал был потрачен не полностью, тоже ли он будет индексироваться? В обязательном порядке остаток средств, который не востребован владельцам сертификата по состоянию на 1 января, также будет проиндексирован на 3%. Нужно ли для этого обращаться в пенсионный фонд? Конечно, нет. Этот процесс пройдет безболезненно, так скажем, для наших владельцев сертификатов. И по всей территории Российской Федерации эти суммы будут проиндексированы самостоятельно. А вот на что можно потратить средства материнского капитала? Ну, законом определены 5 основных направлений, связанных с улучшением жилищных условий, с оплатой платных образовательных услуг, на накопительную пенсию матери, на компенсацию затрат в связи с адаптацией и интеграцией в общество детей и инвалидов. И последнее направление – ежемесячная выплата семьям, в которых, начиная с 1 января 2018 года, рожден второй ребенок. Давайте на этом поподробнее остановимся. Будут ли тут какие-то изменения? И в данном контексте, вот тоже в отношении этой выплаты, также претерпеваются изменения. То есть с 2020 года эта выплата будет предоставляться семьям не до достижения ребенком полутора лет, вот этим вторым ребеночкам, а до достижения ребенком трехлетнего возраста. То есть это поможет семьям каким-то образом поддержать семью. И помимо этого, ну сумма эта будет увеличена по городу Севастополю до 12, чуть более 12 тысяч, сегодня она составляет порядка 10 700 рублей. Ну то есть увеличение будет. Помимо этого мы будем оценивать доход семьи на каждого члена семьи, ежемесячно получаемый доход, также с новизной, так скажем. Сейчас мы его оцениваем с учетом полуторакратного размера величины прожиточного минимума в регионе проживания. Вот на сегодня, со следующего года будет оцениваться на уровне двух величин прожиточного минимума. Ну то есть в среднем превышение где-то дохода на одного члена семьи составит 8 тысяч. Тенденция роста не может не радовать. А куда нужно обращаться? Ну как и прежде, заявители имеют право, желающие обратиться, имеют право обратиться либо в клиентские службы пенсионного фонда, либо в многофункциональные центры. Могут подавать заявление в электронном виде, но в дальнейшем все равно необходимо посетить органы пенсионного фонда. Хотелось бы узнать, как долго рассматриваются заявления? Как можно быстро получить? Насколько быстро можно получить? Очень быстро не получается. Рассмотрение в среднем занимает месяц, то есть в течение 30 календарных дней. И все это связано с необходимостью получения ответов на межведомственные наши внутренние запросы. Мы проверяем определенные факты, что родители не совершали преступления, допустим, в отношении детей. Проверяем доходы. И после принятия решения мы в течение 10 дней осуществляем выплату. Огромное спасибо, Лариса Игоревна, что рассказали, поделились такой важной информацией с нашими телезрителями. Спасибо вам огромное. И вам спасибо.